здравствуйте уважаемые дамы и господа сегодняшний эфир я решил видоизменить и в дальнейшем хотелось бы сделать так чтобы наши эфиры были связаны с вот такими моими выступлениями я решил что мне бы хотелось быть не безучастным к тем ситуациям которые проходят сейчас на территории наших стран и мне бы хотелось быть тем человеком который бы помогал тем людям которые занимаются эзотерикой или просто обычным людям видоизменить свое отношение к материальному благополучию видоизменить свое отношение к тому происходящему что происходит вокруг нас улучшить жизнь человека и поэтому сегодняшнюю первую тему я выбрал как тема эзотерика и деньги буду говорить и об этом как эксперт эзотерики почему я решил себя называть экспертом эзотерики 18 лет назад я открыл эзотерическую школу кайлас и можно сказать что данное направление достаточно активно себя позиционирует и в общем то очень долго набрало большое количество людей и учеников и так далее сейчас практически каждый человек который занимается эзотерикой знает мою фамилию и можно сказать что количество людей благодарных их очень много и так давайте начнем все по порядку и так что же такое энергия денег почему я вообще решил выбрать эту тему дело в том что само по себе отношение к деньгам очень часто приводит человека к тому что у него появляются тупики и такие тупики жизненные они не могут дать возможности человеку понять почему он барахтается на одном месте почему делает шаг вперед и три назад я очень часто сталкиваюсь с такими людьми которые говорят чем же мне заняться каким бизнесом не заниматься что же мне вообще делать почему у меня ничего не получается почему деньги как будто от меня уходят и так далее вот поговорим как раз об этих всех темах в сегодняшнем вебинаре и так для того чтобы понять что такое энергия денег а ведь очень часто в нашей эзотерики которая есть в интернете говорится о том что есть эзотерика денег есть энергия денег очень часто говорят о том что давайте привлечем энергию денег и всегда создается такой вот появляется сам по себе такой вопрос а что же такое энергия денег как она возникает для того чтобы с чем-то работать необходимо наверно понимать что же это такое потому что если человек понимает что такое энергия денег он фактически может этим управлять энергии денег по моему мнению является чувство которое возникает у человека в тот момент когда он думает о деньгах прикасается к деньгам или думает о чем-то что связано с материальным ростом допустим у меня нет денег но есть карта на которую приходят деньги и я рассчитываюсь картой или рассчитываюсь на счета отправляю деньги или рассчитываюсь в зарплатах или там делу еще что-то так вот очень зависит моё чувственное восприятие данного действия она очень зависит на то будут деньги в мою жизнь приходить или будут из моей жизни выходить и поэтому мое мнение энергия денег является энергией которая возникает в виде чувств в тот момент когда человек думает о деньгах думает о своем будущем думает о своем материальном благополучии которые у него будет развиваться на протяжении денег как же энергия денег связано с нашей жизнью давайте определим что же такое на самом деле деньги в нашей жизни скажите каждый из нас наверно кто работает на кого-либо или на себя наверно столкнулся вот с чем когда мы посвящаем свою жизнь зарабатыванию денег то это звучит как я потратил там семь восемь девять десять одиннадцать часов на то чтобы зарабатывать деньги и после чего получил эти деньги таким образом можно фактически сказать что моя жизнь 11 часов которые я провел для того чтобы заработать деньги равняется той сумме которую я заработал таким образом можно сказать что многие люди думают что они ходят на работу на самом деле эзотерически это звучит как я иду для того чтобы поменять свою жизнь на материальные блага таким образом я фактически свою жизнь меняю на материальные блага или меняю на деньги таким образом можно сказать что жизнь и деньги они между собой приравниваются и первый такой эзотерический секрет о котором бы хотелось сказать по моему мнению увеличение стоимости нашей жизни может быть связано с привлечением в нашу жизнь материального благополучия что я имею ввиду по моему мнению увеличение стоимости жизни связано с тем насколько наша жизнь цена а что является ценностью нашей жизни ценностью нашей жизни являются наши чувства чувство восхищения чувство радости чувство эстетизма чувство какого-то благополучие любви вот эти чувства они увеличивают стоимость нашей жизни так стоимость жизни человека который все время огорчен более низкая чем стоимость человека который слушает музыку который играется со своими детьми которые радуются всему окружающему его на земле таким образом не стоит забывать о первом секрете который звучит как секрет номер два увеличивайте стоимость жизни становитесь эстетами начинайте радоваться начинайте испытывать или получать хорошие эмоции начинайте это делать и тут же сразу же появляется такой вопрос андрей андреевич как же испытывать хорошие эмоции если я проживаю в своей жизни с такими людьми которые меня все время огорчают они меня мучают там я получаю такие письма допустим пишет человек мама очень предвзято ко мне относятся у нее в жизни всех все плохо и она все время меня мучает и так далее я хочу вам сказать что в случае если у кого-то плохое настроение человек чувствует себя плохо старайтесь произносить слова но делаете это про себя не говоря этому человеку произносите я ни при чем вы действительно ни при чем когда человеку плохо вы действительно ни при чем если человек страдает гипертоническим заболеванием сердца или у человека высокая глюкоза в крови вы ни при чем не берите чувства других людей как бы одевая их на себя не формируйте свою ценность жизни одевая на себя чужие одежды которые навязывают вам те люди которые живут рядом с вами и второй вариант определитесь наконец-то на какой вы стороне каким богам вы служите я об этом часто говорю мой совет такое каждое утро когда вы просыпаетесь сложите руки перед собой и после чего скажите я поклоняюсь добрым богам я добрый добрый человек вот если вы будете так делать то вы увеличите стоимость своей жизни и добрые боги дают добрые события таким образом вашей жизни очень все может поменяться в лучшую сторону и очень быстро вы увидите как вы успокоитесь вы увидите как изменится отношение по отношению к вам и вы увидите как увеличится стоимость вашей жизни очень много людей сдвигают себя в сторону критики обвинений злости обид и так далее забывая увеличивать стоимость своей жизни стоимость ценности своей жизни я рекомендую вам быть более добрыми я рекомендую вам быть более эстетичными не забывайте о том что мы радуемся жизни видим окружающий нас мир получаем удовольствие от того что мы просто просыпаемся от того что у нас есть семья от того что вокруг нас что-то находится не переходим состояние вчерашнего дня не падаем в иллюзии или не впадаем в иллюзии стараемся хоть по чуть-чуть увеличивать стоимость нашей жизни следующая куда течет любовь туда текут и деньги тайна номер 4 обозначает вот смотрите когда допустим вы когда допустим вы узнаете этот закон то он сразу же как бы подразумевает под собой что вы хотите быть тем человеком который хочет включить в себя поток денег и как же включить к себе поток денег человек может включить к себе поток денег или в свою сторону поток денег если он включает в свою сторону чью-либо любовь каким образом это происходит вас могут любить безвозмездно ваши дети вас могут любить те люди которые живут рядом с вами если вы для них что-либо делаете просто так вас могут любить случай если вы кого-либо гладите обнимаете целуете делайте так чтобы любили вас близкие люди делайте им подарки разговаривайте с ним о чем-нибудь находите контакт стройте коммуникации стройте какие-то мосты меньше злитесь друг на друга отпускайте какие-то плохие события которые были в прошлом держите друг друга за руки старайтесь не обижаться старайтесь понимать человека делайте все для того чтобы этому человеку было комфортно знаете как сказал достоевский в книге униженные оскорбленные в основе любого альтруизма или альтруистического поступка есть жажда наживы знайте что это вы делаете не просто так вы это делаете во имя того чтобы любовь текла в вашу сторону тот человек который будет создавать вашу сторону чувство любви тот человек фактически будет направлять вашу сторону энергию денег так как человек создающий в вашу сторону энергию любви создает фактически для вас приход материального благополучия что нужно делать допустим со своим бизнесом очень часто человек который занимается бизнесом не понимает этого вы должны знать что когда вы делаете бизнес или когда вы продаете допустим какую-нибудь вещь или создаете какой-нибудь вид вашего бизнеса вы должны знать ваш бизнес должны полюбить ваш бизнес должны полюбить почему-то именно это и является вашей такой ключевой задачей когда вы делаете бизнес старайтесь так чтобы вы о нем говорили хорошо говорить о том что есть за что его любить есть за что любить вас есть за что ценить и находите для себя возможности презентовать это делайте это в социальных сетях и так далее очень важно чтобы любили вас ваши близкие помните что существует закон который звучит как время максимального привлечения в жизнь человека материального благополучия это время она эмпирически было мной высчитано это время с 18 часов вечера по 23 часа вечером случае если в это время человек испытывает состояние наслаждения состояния радости состояние тепла состояние чувственности состояние какого-то расслабления и у него есть эмоции они приятны у этого человека таким образом подключается к нему поток материального благополучия а что мы делаем именно в это время мы ругаемся выясняем отношения почему я это говорю я когда-то жил в общежитии и начал обращать внимание что чем громче ругаются соседи тем больше в их жизни появляются неприятности и они обычно ругались как раз в это время потому что до этого времени все работали потом они сидели за столом начинали выяснять отношения выпивали алкоголь начинали драться и так далее все очень плохо в жизни заканчивалось конечно же очень хорошо если вы красивый человек если вы красивый человек и вы гуляете то люди которые смотрят на вас они стараются излучать флюиды любви тем самым направляя в вашу сторону энергию денег на самом деле эти люди направляют флюиды любви вашу сторону вашу сторону течет любовь а эта любовь она изменяется когда подходит в вас или в вашу жизнь входит как чувство другого человека видоизменяясь на материальное благополучие также я хочу сказать вам допустим человек говорит я не могу продать свой бизнес не могу продать там недвижимость не могу продать квартиру не могу продать еще что там что необходимо сделать для того чтобы продать восхищаетесь такой квартирой такой машиной таким бизнесом говорите мне нравится это когда человек говорит мне нравится о чем он говорит он фактически посылает в эту сторону любовь он говорит мне на какая красивая стена какая красивая какое красивое колесо какая красивая обивка какой красивый человек какая красивая там еще что-то мне нравится этот стол мне нравится этот потолок мне нравится вход в эту квартиру какая хорошая красивая квартира и вот если вы продаете квартиру такая квартира будет сто процентов продаваться потому что вы ее облучить и флюидом своего восхищения что фактически поменяет эту квартиру в глазах другого человека как элемент в котором есть накопленная любовь которая фактически принесет вам материальное благополучие если нет денег обращайте внимание насколько вы их радостно тратите обращайте внимание насколько вы радостно тратите деньги дело в том что очень много людей тратит деньги расстраиваясь вот это слово расстраиваюсь она является камнем преткновения фактически блокируя поступление материального благополучия в жизнь человека запомните мой совет в тот момент когда вы берете деньги тратите деньги и после того когда вы их потратили старайтесь отвлекаться и совершенно не думать о том что вы сделали в случае если вы это примите для себя как закон или примите за для себя как одну одно из условий вашего благополучия или вашей жизни вы очень быстро обратите внимание на то что материальное благополучие у вас будет увеличивать ранее когда-то карл маркс сказал такие слова спрос порождает предложения я хочу сказать вам что на сегодняшний день количество спроса невелико люди уже не хотят ничего то есть фактически люди которые пытаются зарабатывать деньги они ищут какой-либо спрос надеюсь что кто-то будет покупать у них что-либо и заблуждается вот в чем на сегодняшний день любая продажа это покупка на самом деле элемента радости когда вы покупаете что-либо скажите зачем вы это покупаете и мой ответ такой человек уже не покупает себе платить к штанишке или что-либо человек как правило покупает себе радость именно поэтому когда вы будете позиционировать какой-либо товар делайте это с позиции такой что человек у вас должен купить радость для себя то есть вы будете радоваться живя в этой квартире эта машина принесет вам радость это столько радости принесет и так далее то есть вот таким образом позиционируйте это с позиции того что вы принесете радость человеку тем что он у вас купит какую-либо предмет там или какую-либо услугу ну и второе многие люди начали позиционировать свой бизнес начали пробовать продавать что-либо в интернет или пробовать продавать что-либо где-то я хочу вам сказать не спрос сейчас порождает предложение а радость которую может привлечь человек свою жизнь и второе это конечно же эмоция старайтесь делать так чтобы человек который видит ваш товар входит ваш магазин видишь видит ваш сайт видит ваш призыв видит прежде всего эмоцию потому что эмоция порождает предложение делайте все эмоционально делайте все ярко делайте все необычно далее конечно же еще раз хочу сказать это тайна 9 как вы думаете что покупают люди у вас они покупают у вас немного радости определите какую радость можете дать тот продукт который вы продаете дальше облучение продукта это обычно магический прием который называется я испытываю радость от этого предмета именно поэтому чем больше радостью в предмете тем больше шансов его продать и мой совет такой смотрите на свой сайт и говорите какой он красивый как же мне приятно как мне радостно и начинайте класса пусть вам все в этом сайте нравится и старайтесь чтобы вы не делали облучать вот такой радостью у вас есть киоск или вы готовите продукт который собираетесь продавать или вы готовите договор какой-либо облучайте это все радостью делайте это в хорошем настроении делайте это весело делайте это радостно делайте создавая эмоцию когда вы встречаетесь с кем-либо или вы работаете продавцом или вам нужно заключить договор старайтесь сделать так чтобы появлялась радость у того человека который к вам приходит а что это это встреча человека с улыбкой не забывайте создавать элемент который о котором говорил была так у джава в свое время он пел песню давайте говорить друг другу комплименты чтобы создавать хорошие моменты старайтесь людям которые приходят к вам создавать с ними эмоцию обучайте своих продавцов создавать эмоцию обучайте те кто работает school-центре у вас создавать эмоцию сами создавайте эмоцию будьте человеком источником эмоции если научить продавцов которые продают где-либо общаться с людьми и при этом во время этого общения говорить или обучать их давать человеку комплимент то можете сто процентов быть уверены в том что этот человек навсегда будет вашим дальнейшим клиентам и всегда будет с вами на сто процентов коммуницировать обычно люди в магазин заходят не за покупкой это очень редко бывает обычные люди в магазин или люди куда-либо заходят для того чтобы получить какую-либо эмоцию хорошую плохую но эмоцию лучше хорошие потому что за хороший придут еще раз а к плохой не придут дальше денежные массы любят эстетов почему я это говорю я когда-то задумывался вот на чем когда-то смотря фильм который был о средневековье я обратил внимание что люди в большинстве своем в средневековье они не доедали жили плохо было антисанитария было в общем-то плохая жизнь у людей но вот один момент меня затронул почему же те люди которые являлись элементом благородных домов эти люди вели себя по-другому зачем им необходимо было себя изменять ведь гораздо проще было есть как остальные люди руками гораздо плоть проще было вести себя как остальные люди то есть там драться кричать и так далее но вот видите одна из особенностей королевской семьи заключается в том что королевская семья свято чтит свято чтит вот такой элемент благородства элемент эстетизма элемент хороших манер эти люди которые добиваются или которые пришли или стали царями эти люди они максимально во дворцах ведут себя максимально эстетично они стараются хорошо разговаривать они стараются проявлять положительные эмоции друг другу они стараются хорошо есть и я понял со временем это является одним из элементом или одним из тайн которые могут сделать человека богатым человеком именно поэтому много людей стараются жить эстетично именно поэтому покупают дорогие вещи дорогие картины обихода антиквариат стараются при этом кушать красиво за столом старается при этом вести светские красивые беседы стараются при этом но бывают же другие бывают мещане бывают мещане но я могу утверждать вам где-то ну на большое количество процентов что рано или поздно такие семьи не смогут добиться бесконечного прихода в свою жизнь материального благополучия и рано или поздно такие семьи смогут разориться именно в тех семьях в которых нет традиции или нет обычая светского общения нет традиции красиво разговаривать хорошо есть и красиво себя вести по отношению друг другу эти семьи рано или поздно рано или поздно впадают в эзотерическую систему которая называется поглощение волн нищеты или по-другому объятия черни то есть человек плавно спускается если за столом вы все время материтесь если за столом все время вы ругаетесь если за столом претензии ненависть если идите как попало если вокруг вас пахнет плохо если вы к этому не стремитесь я не говорю что нужно всех заставить это делать делайте вы делайте вы как пример будьте вы тем человеком который это делает возможно вы в том мире в котором вы живете и живете, как вы хотите, возможно, вы проживете богато, но я хочу вам сказать о том, что нужно думать еще и о своих детях, а вот ваши дети или даже ваши внуки, они, наверное, съедут, потому что не будет такого папы, который зарабатывает деньги, будучи бизнесменом или политиком, не будет такой мамы, а дети обучатся у вас, они воспитают своих детей и эти дети не смогут жить хорошо, но нашей же задачей является делать немножко больше для своих потомков, чем делать для себя, правильно, поэтому нужно подумать о детях. Всегда говорил и хочу еще раз сказать, женщина не может выйти замуж, я всегда говорил, кстати, несколько слов об этом, очень часто женщины говорят, Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж, Андрей Андреевич, что мне делать, я не могу выйти замуж, существует два принципа, первый принцип, женщины не думайте о том, что вам нужно выйти замуж, почему, мир устроен по принципу противоположностей, первая противоположность звучит так, если женщина хочет замуж, то мужчина или каждый мужчина, который будет видеть эту женщину, будет видеть в ней женщину, с которой он хочет переспать и ничего больше, но женщина же хочет замуж, вы будете встречаться только с теми мужчинами, которые будут видеть вас, женщину, с которой они захотят переспать, но есть другой вариант событий, женщины, которые видят в мужчину объект, с которым они хотят переспать, привлекут в свою жизнь мужчину, который будет хотеть на них жениться, именно поэтому это является вот такой дилеммой, женщине, мужчина, которая хочет выйти замуж, не нужно думать о замужестве, а нужно заниматься творчеством и думать о нем, танцуйте, пойте, вяжите, а в тот момент, когда вы будете встречаться или выбирать себе кого-либо, рассматривайте этого человека, как элемент, с которым можно лечь в постель, и пусть это для вас стоит, как бы на первом месте, но при этом не нужно ложиться в постель им с первый день, но можете сказать мужчине, что я рассматриваю вас, как человека, с которым я хочу в дальнейшем лечь в постель, если вы это скажете мужчине, верите вы мне или нет, этот мужчина с вами в первый день не ляжет, он успокоится, он перестанет думать о том, что ему нужно переспать с кем-либо, он начнет вас рассматривать, как будущую свою женщину, вот хотите верьте, хотите нет, слышите меня и делайте, как я вам говорю, это откроет вам глаза на многие события, далее, слов почему я беден или слова почему я беден, которые часто произносят люди в своей жизни, нужно заменить на слова зачем мне деньги, если слово зачем связано с духовными мотивами, то есть это звучит так, мне деньги нужны, мне деньги необходимы для того, чтобы сделать жизнь моих близких лучше, мне деньги нужны для того, чтобы я мог быть всегда здоровым, мне деньги нужны для того, чтобы жениться, чтобы замуж выйти, чтобы получить образование, чтобы родителям помочь, если для этого нужны деньги, тогда они будут появляться в вашей жизни, если деньги нужны для того, чтобы забухать, загулять, если деньги нужны для того, чтобы все вам завидовали, если деньги, о которых вы мечтаете фактически или гипотетически, могут привести к тому, что пройдет разрушение каких-либо людей, если не будет за счет этого созидания, то тогда вы, скорее всего, деньги не получите. Поэтому, когда почему у меня нет денег, скажите себе, зачем они мне нужны, если ваши мотивы, они созидательны, если это мотивы приумножения рода, если это мотивы найти мужа или жену, если это мотивы жить в любви, если это мотивы духовного плана, помочь родным, если это духовные мотивы, если это мотивы, которые сделают вас добрее, теплее, счастливее, радостнее, тогда такие мотивы, они могут помочь человеку стать богатым. Если мотивы разрушительные, там, я отомщу, я заберу, я всем докажу, пусть все завидуют, то такие разрушительные мотивы обязательно приведут вас к бедности. Есть два типа добивающихся людей. Есть два типа добивающихся людей. Один тип добивающихся людей, я их называю янскими людьми, и другой тип добивающихся людей, я их называю инскими людьми. типы янские это типы которые стараются добиваться путем конкуренции они всех расталкивают они наглые они везде добиваются они стараются всех там толкать и этим людям поверьте мне чуть тяжелее всех потому что они тратят очень много энергии они верят что весь мир вокруг них война им нужно доказать добиться они все время добиваются но они все время находится в состоянии страха и так далее я рекомендую вам выбрать другой путь это путь который называется духовный путь добиваться чего-либо с позиции духовного пути гораздо легче каким образом это делается это делается так что человек говорит себе по утрам весь мир хочет не только добра весь мир старается мне только давать и верить в то что каждый человек который встречается вам на пути это каждый человек который вам хочет дать денег каждый человек который встречается на пути хочет для вас сделать что-то хорошее и каждый человек который вы встречаетесь хочет вам помочь в том чтобы вы стали более богатым человеком вам необходим именно вот этот настрой я вам говорю это очень эффективный метод при этом хотел бы вам сказать что в случае если человек живет по принципу конкуренции янская когда он добивается когда он всех отталкивает когда он должен проломить или протолкать всех своим лбом то когда человек идет по пути конкуренции вот такой он должен конкурировать с огромным миром а с этим миром конкурировать очень сложно потому что всегда найдется кто-то более красивый более умный более быстрый более наглый более молодой более еще какой-то и поэтому конкурировать с шестью миллиардами населения будет очень сложно а вот в духовном плане конкурировать тоже возможно поэтому принимая конкуренцию в духовном плане для себя говоря что мир меня обожает все люди хотят мне только помогать стать богаче все хотят для меня только отдавать все хотят мне помогает все только для меня создают но ошибаются и так далее ну и двигаться на пути эстетизма и духовного роста то есть стараться увеличивать радость от того что вы живете стараться любить тех людей которые рядом с вами находятся стараться создавать мир такой в котором вам будет хорошо стараться искать те новости которые не будут вас огорчать стараться не огорчаться служить добрым богам и вот эти все элементы они могут помочь человеку быть высоко конкурированным духовном мире конкуренция в духовном мире это точно такая же конкуренция как физическом мире и будучи конкурентным в этом мире вы можете добиваться тоже высоких материальных состояний и добиваться материального увеличения материального дохода как стать как стать человеком высокодуховным есть два принципа верьте словами скоро у меня будет все хорошо и восхищаетесь всем восхищайтесь ой как красивая как хорошо ой как приятно ой как вкусно какая-то красивая какая-то хорошая и так далее старайтесь вот так быть конкуренция в этом мире это физическая конкуренция я рекомендую вам выбрать другой путь это путь духовная конкуренция но здесь сразу же хочется мне как бы оппонировать и сказать андрей андреевич ну уж не правы такие же неправы потому что есть же политики эти политики такие плохие они обижают людей выгоняют они используют и так далее и с этими людьми почему тогда с ними ничего не происходит ведь они не заботятся о людях не думают о пенсионерах ведут себя при поганей шим образом то есть главные вопросы это вопросы языка а вопросы как будут жить там предприниматели или как или как будут жить пенсионеры чем они будут платить за газ на это никто не обращает внимание то есть есть другие вопросы они глобальные важны так последнее время наблюдая как там президенты по советских стран они говорят о том что там президент россии говорит что вот украина главное это внешнее там влияние тогда а кто же будет думать о своих то а как же пенсионеры как же дороги ведь разве это не важно разве это не важно как дети себя чувствуют в педиатрических отделениях летом без кондиционеров разве это не важно разве сейчас прививание не важнее вернее разве сейчас выживание пенсионеров не важнее прививания просто прививание ставится на элемент гораздо важный чем пенсия но я хочу сказать что если пенсии будут оставаться в таком же размере то некого будет прививать в дальнейшем потому что этим людям просто ничего не остается как просто умереть от заболеваний и все ну и конечно же тут такой вопрос но если эти люди вот такие ведут себя как бы не эзотерично то тогда андрей андреевич почему в их жизни ничего не происходит а я могу вам сказать все связано вот с чем когда человек ворует то он остается должным и этот человек этот человек как обычно становится должным а что такое быть должным когда человек должным это человек который должен эмоции смотрите когда человек имеет долг то это человек который имеет людей которые хотят сделать этому человеку больно именно поэтому если человек должен то он нарабатывает много людей которые в его сторону посылают долг и тут такой вариант почему же тогда накопившийся долг этого человека не делает этому человеку зло ответ тоже есть первый ответ в советское время когда были партийные руководители ну допустим возьмем знаменитого но и любимого руководителя леонида ильича брежнева мне он очень нравился я заслуженно его считаю одним из величайших наверное руководителей советского союза потому что этот человек после войны восстановил полтаву город харьков построил или за счет него восстановилась тяжелая промышленность в этих городах и в общем то этот человек создал и донецк и создал днепродзержинск металлургические комбинаты и так далее один человек смог сделать так много и больше на самом деле чем все наши правители после советского пространства за все время своего правления я допустим не знаю ни одного человека в постсоветском пространстве который бы сделал металлургический комбинат или который бы то есть все эксплуатируют то что было построено в советском союзе но никто не создал нового чего-либо но не о них но при этом этот же человек он был не очень как бы не очень добрых правил как говорил свое время пушкин ну и конечно этот человек создавал вокруг себя и править противодействующие элементы и когда противодействующие элементы появлялись это создавало долг боли которым был должен большому количеству людей которые его ненавидели и на как на чем это проявилось скажите если сейчас потомки брежнева я хочу вам сказать есть галина есть ее дочь это внучка уже леонида ильича и насколько я знаю судьба этих людей плачевно то есть судьба этих людей достаточно плачевно и можно сказать что долг леонид ильич выплатил своих потомках но наши правители нашего времени они уже другие наши правители нашего времени уже эзотерики потому что эзотерика управляет миром и они знают что такой долг который они делают необходимо выплатить именно поэтому они проводят обряды они проводят обряды эзотерические то есть они проводят обряды посвящая вот этим долгам которые они накопили создавая обряд выплаты этого долга определенному созданному богу и обряд этот они как бы отдают долг тем людям которым они должны создавая боль у других людей то есть они уничтожают этих людей допустим все знают об обрядах которые проводятся и это очень часто встречается допустим там в интернете о том как проводят обряды там цари или о том как проводят обряды там нехорошие и так далее ну вот такие обряды проводятся в виде терактов которые непонятно кто и непонятно почему проводит и вот таким образом воин который не по непонятным причинам появляются они никому не нужны а их проводят таким образом происходит откуп то есть цари откупаются тем что там убивают кого-то и откупается от того зла которое доставили другим вы поняли таким образом жизнь одних происходит как бы убиение жизнь одних происходит в виде откупа для тех кому они делали больно поэтому изменяется к ним отношения а еще во всем виновата наше обучение и во всем виноват наш менталитет христиан дело в том что когда человеку христианину делают больно то человек христианин обычно все прощает мы такие люди мы любим прощать поэтому когда допустим сволочь последняя руководитель политик кто-то там губернатор или еще кто-то обижает людей то эти люди они прощают они говорят ну и бог с тобой ну и ничего страшного ну как-то проживем а вы знаете что вот такое прощение не идентифицирует под лица и в его сторону ничего не течет не ненависть не долг не еще чего то именно поэтому я всегда говорю идентифицируйте тех людей которые негодяи пусть эти негодяи всегда для вас будут негодяями каждый раз виде этого человека или вспоминая об этом человеке говорите вот он негодяй я его ни за что не прощу таким образом увидите что если бы весь народ видя негодяев произносил это негодяй и мы им не простим что они с нами сделали то эти негодяи не смогли бы быть теми кем они являются ладно сейчас не об этом так дальше те люди которые сейчас пробуют заниматься бизнесом они используют еще старую модель это старая модель которая была в советском союзе когда люди говорили друг другу слова ну как тебе этот человек и обычно говорили он хороший человек не обращай внимание насколько этот человек специалист в данной области я хотел бы вам сказать о том что же такое настоящая буржуазия дело в том что люди которые проживают в наших постсоветских пространствах до сих пор считают что им кто-то что-то должен но они забывают что они перешли в буржуазную модель это буржуазная модель подразумевает олигархов она подразумевает защиту олигархов а также эксплуатацию трудового пролетариата именно поэтому раньше мы жили в социализме который где руководящая сфера заботилась о людям которым давали пенсии которым давали социальные пакеты за которыми наблюдали которым старались помочь потом после того когда страна перешла в состояние буржуазии кто бы что не говорил именно это сейчас происходит то проявился элемент такой который нужно запомнить этот элемент называется буржуазия эксплуатирует трудовой пролетариат именно поэтому человек каждый человек который сейчас живет в тех странах которые приняли для себя буржуазию как элемент а как определить если буржуазия или нет но очень несложно это сделать напишите слово олигарх в интернете и посмотрите кто эти люди и вы сможете понять это люди которые являются владельцами заводов газет пароходов и это люди которые эксплуатируют трудовой пролетариат именно поэтому этих людей можно условно назвать буржуа или буржуями но я ни к чему не призываю я просто хочу вам открыть глаза дело в том что буржуазия защищает интересы буржуазии они интересы пролетариата именно поэтому хотел бы вам сказать если вы считаете что кто-то вам должен что кто-то вам что-то даст знайте единственная возможность стать кем-то или чем-то в этой стране это становиться эксплуататором трудового пролетариата товарищи ну вот других элементов нет наше время это очень важно иметь как бы в понимании своем ну и второй вариант как бы который связан только с постсоветским пространством у нас человек может стать буржуем случае если он имеет хорошее знакомство именно поэтому очень важно обучать своих детей коммуникации знакомством находить хорошие знакомства дорожить этими знакомствами коммуницировать с этими людьми стараться для этих людей стар не имейте 100 друзей не имейте 100 рублей а имейте сторону 100 друзей недавно один мужчина мне написал такие слова андрей андреевич можно ли стать богатым допустим я написал 10 песен или там я снял фильм или я написал книгу я написал 10 статьи или 100 статей почему там я не становлюсь популярным и так далее я картину написал и хочу ее вот мне кто-то там отправил в телеграме андрей андреевич вот я картину нарисовал маслом там нарисованы банкноты называется энергия денег могу ли я эту картину продать за миллион долларов сша ну и мне хотелось бы несколько слов сказать об этом конечно же когда вы видите допустим там популярного блогера дудя или допустим блогера там дмитрия гордона которые проводят интервью где-либо и к ним на их страницу в youtube или их страницу какой-либо заходит огромное количество людей там 100 тысяч за один просмотр миллион человек за один просмотр и так далее то обычно мы думаем что это происходит как бы само по себе на самом деле вы видите только блогера а в целом это самый настоящий экономический или творческий финансовый проект и так что это и как это все делается вот смотрите допустим допустим дмитрий гордон или гордон он решил стать человеком которому будут приходить гости что он начинает делать у него есть определенная сумма денег он берет эту сумму денег и звонит или идет навстречу какому-нибудь очень популярному блогеру или к очень популярному человеку и предлагает этому человеку сняться с ним в интервью заплатив ему энную сумму денег допустим он идет там горбачёву или идет еще кому-либо или идет там к мангерштерн у или идет к там филиппу киркорову и так далее говорит филипп бедросович я вам заплачу 30 50 100 тысяч долларов за то чтобы вы провели со мной интервью после чего он приходит это интервью записывают при этом это интервью становится популярным потому что на фоне или на волне популярности филиппа бедросовича появляется желание людей смотреть на популярного героя ли героя своих раскрученного героя или на разрученного раскрученного по партиста и так далее при этом это видео становится популярным после чего люди видят как это видео становится популярным и они хотят чтобы дмитрий гордон взял у них интервью после чего они звонят ему и говорят дмитрий я не знаю как его по отчеству гордон скажите можно ли чтобы вы взяли интервью у меня и он говорит ну конечно с удовольствием это сделаю но вы за то что я у вас возьму интервью должны допустим политик какой-нибудь должны заплатить мне 50 тысяч долларов и человек говорит о год почему так много потому что и я дальше объясняю он говорит 5000 за интервью я возьму себе потому что мне тоже хочется жить 10000 долларов я заплачу в информационные популярные новостные издания куда я буду вас печатать еще 20000 долларов я заплачу тем людям журналистам которые на меня работают которые напишут эти статьи и которая публикует а еще я заплачу деньги для того чтобы это все пропиарить в телеграме для того чтобы это увидели в вайбере для того чтобы купить рекламу продвижения в youtube на сторонних сайтах данного видео и так далее поэтому я то заработаю 5000 долларов а вы для того чтобы стать знаменитым должны заплатить эти деньги видите как это устроено и это говорит о популярности нет это все механический технический процесс развития бизнеса в инфопространстве вот это так устроено тогда допустим один из писателей который написал шарма до квадрант финансового потока кто это был робби шарма или как его там звали робин до того момента пока этот человек запустил свою книгу он поставил баннеры взял в аренду в по америке во всех книжных магазинах баннеры вернее места заплатив за один квадратный метр по 200 долларов и на протяжении одного года поставив баннеры со своей фотографией держащий в руке книгу квадрант денежного потока или там богатый папа бедный папа при этом он написал внизу скоро выйдет бестселлер там и назначил дату и насколько я знаю заплатил около 10 12 миллионов долларов на раскрутку за один год данной книги после чего обратился к редакторам и сказал вы хотите чтобы права на публикацию данной книге было у вас ему сказали да хотим сколько вы хотите он говорит я хочу из-за того что это раз по распиаренная распопуляризированная книга я хочу чтобы издание или издательство заплатила мне 20 миллионов долларов то же самое делают все если сейчас зайти на новостные сайты российской федерации новостные сайты какие-нибудь там сторонние американские российские так далее то можно увидеть новости которые публикуются о филиппе киркорове или о лободе или а там о ком тени карли так далее скажите эти новости по вашему бесплатно публикуются давайте я вам скажу публикация одной статье одной такой новости на одном новостном портале стоит от 500 долларов до 1000 долларов и вам для того чтобы сложить вокруг себя определенный образ необходимо обязательно вот такие новостные статьи под новостные статьи youtube развивающие каналы где вы будете выступать их нужно продвигать какие-то там фейсбук каналов это все необходимо вкладывать деньги поэтому когда вы видите певцов знаете певцы то сами по себе и петь то собственно большинстве своем не умеют да в общем то и все знаете что сказал маргенштерн на ксении собчак он ей сказал во время того когда она сказала ему алишер скажите вы хотели бы чтобы я у вас взяла сейчас интервью он сказал нет нет я не хочу чтобы вы у меня брали интервью потому что когда вы последний раз мне предлагали взять у меня интервью то вы хотели мне заплатить за это 20 тысяч долларов поэтому бесплатно я вам давать интервью не буду потому что он понимает что как человек который имеет огромное количество популярной публики или огромное количество популярности и за ним и за его действием следит огромная аудитория то любое интервью у него может быть очень популярным для человека который будет это интервью у него брать ну вот собственно так поэтому когда мы видим как алишер приходит допустим на передачу жди меня или передачу там невесты женихов вы должны быть точно уверены что это не он заплатил для того чтобы туда прийти а ему заплатили для того чтобы он там оказался ну и вот где-то это так все устроено поэтому когда человек говорит я хочу стать богатым написал песню сняв фильм написав статью поставьте тире и скажите кто это все должен распиарить сколько вы готовы на это потратить деньги и вы должны знать что это огромные деньги которые необходимо потратить почему людей которые написали книги по богатству или книги подобные там шарме там квадрант денежного потока мы сейчас на так себе книга таких людей миллиард но только он стал мульти богатым человеком почему после его родители были богатыми людьми и смогли дать ему возможность вложить деньги вот в такую финансовую схему заработка когда человек живет то очень часто появляется такой вопрос вы знаете вот я смотрел недавно политиков и когда я вижу политиков они очень часто задают такие вопросы они говорят эти виноваты эти это виноваты и так далее я хочу вам сказать что когда вы занимаетесь бизнесом и вам необходимо принимать какие-то решения то не ищите виновных потому что это ни к чему не приведет старайтесь ориентироваться на то как вы собираетесь это все изменяет мне нравится политики которые говорят те виноваты эти виноваты это виноваты один из президентов недавно выступаю он говорит но эти виноваты эти советский союз виноват там соседние страны видоваты еще кто-то виноват но он не сказал как он собирается это все решать а ведь все же ждали от него как бы взятие ответственности на себя и решения которые он должен был принимать они должны были как бы указать на то там он бы мог сказать губернатор ответственный за это должен это сделать в три дня губернатор ответственный за это должен сделать это за неделю а там министру там дорожного транспорта проверить там создание дорог или там вот эту дорогу и так далее он этого не сказал сказал в этом виноваты эти в этом виноваты эти но разве он там находится для того чтобы искать виноватых все-таки пусть ищут виноватых прокуратуры и там и так далее а его задача создавать элементы решения то есть отвечать как это все сделать но именно это я и требую обычно от людей которые занимаются бизнесом очень часто мы ищем идеи кто виноват в том что не получается не ищите кто виноват ищите отвечайте на вопрос как изменить как изменить как вот старайтесь чтобы ваша жена или муж максимально участвовали в бизнесе по какому принципу пусть мужчина будет бульдозер а женщина пусть будет асфальтоукладчик потому что мужчина он может очень быстро создать мужчина может придумать мужчина может воплотить но вести это мужчине сложно но если туда поставить женщину которая любит своего мужчину она будет копейку до копейки складывать она будет рубчик к рубчику прикладывать приклеивать она везде всунет свой носик и скажет не много ли мы платим и она везде скажет может быть надо меньше и везде она там все сделает и все будет чисто и она будет за все переживать самые благодарные управленцы это женщины и самые неблагодарные это мужчины которые должны быть топами мужчина может договориться мужчина кому-то приехать мужчина но уже управлять глобальной системой мужчине не нужно именно поэтому женщинам очень часто сложно управлять глава вернее не сложно управлять глобальной системой но сложно начинать создавать систему пусть мужчины начинают а женщины подыгрывают всегда помните 1 а один из особенностей такой вот наверное интересной жизни который я заметил это одна из особенностей того что богатые люди очень любят своих детей я это заметил потому что очень давно общаюсь с богатыми людьми и заметил что очень часто этих детей любят до фанатизма до прямо какого-то ну выращивание просто из этого человека монстра но вы знаете это очень правильно потому что я заметил что просто даже когда человек очень любит детей любых у него появляются силы почему так социум устроены так включается у человека определенной наверное какие-то психоэнергетические может быть эзотерические тумблера в сознании наверное в его жизни которые дают возможность этому человеку что-то делать для рода людей именно поэтому когда человек любит детей когда человек любит своих детей или обожает своих детей это все рано или поздно приводит к тому что у него появляется или улучшается материальное благополучие не зря возникает вот такой не зря возникает не зря есть пословица народная которая звучит так есть дети или бог дает детей и на детей тоже дает кстати почему у людей у которых рождаются дети появляется больше денег помните я говорил с нами происходит то что мы чувствуем дети создают огромное количество позитивных эмоций чем больше у человека позитивных эмоций тем больше в его жизни материального благополучия дети еще и любят безвозмездно тех людей которые рядом с ними именно поэтому куда течет любовь туда текут и деньги вот вам объяснение почему бог дает детей и на детей дает тоже чтобы выпутаться из иллюзии старайтесь всегда четко говорить есть деньги будем делать нет денег даже не нужно мечтать потому что очень часто люди начинают фантазировать вот эти элементы фантазии это проблема многих людей эзотерика потому что они начинают фантазировать придумывать но дело в том что вы забываете дом строится из кирпичей они с фантазией а кирпичи стоят денег именно поэтому если у человека есть деньги появляются кирпичи есть кирпичи строится дом точно так же и бизнес человек говорит вот я хочу открыть торговый центр а у тебя есть деньги нет у меня пока это только в планах нет тогда не будет кирпичей потому что если это вырисована в твоих планах или вырисована в твоих иллюзиях то тогда зачем тебе это давать настоящим ты же и так получаешь удовольствие от того что это в твоих иллюзиях я хочу вам сказать то что в ваших иллюзиях этому как правило не суждено сбываться почему вы удовлетворяетесь иллюзиями потому что настоящая жизнь она более физическая настоящей жизни нужно на свои силы ориентироваться нужно стараться или отталкиваться от своих собственных сбережений и так далее также хочу вам сказать что очень много людей я замечаю их последнее время это много людей которые начинают жить по принципу такому я могу все я могу все сделать я могу всего достичь но только до момента пока они не начинают это делать потому что как только они начинают это делать они понимают что они и ничего не могут и ничего не могут достичь и так далее почему планку берут очень высокую когда то я был знаком с одним мужчиной он был очень полным и этот полный мужчина все время говорил у меня такой удар у меня такой удар я и там ордена ли надо и в прошлом спортсмен и так далее и потом однажды он поехал вместе со мной на ринг но я не становился с ним на ринге его виктор звали а молодой парень такой наверно килограмм на 50 меньше его сказал ему если хотите я могу быть вашим спарринг-партнером если вам вас это не обидит он говорит а слышит что ты там не . можешь вообще нас разные весовые категории так вот этот тощий его за две минуты просто ухай докал не знаю дошло там до нокаута или нет но этот человек который был не готов то есть он психически был готов физически нет точно так же и люди очень часто мы психически готовы к большому спорту но физически не готовы точно так же в бизнесе не ориентируйтесь психически на большой бизнес ориентируйтесь всегда физик на физический бизнес на что-то более конкретно у вас нет денег вы не знаете или не можете вкладывать много ориентируйтесь малого допустим там выращивать пророщенную пшеницу выращивать пророщенные там закатывать какие-то там какую-то еду там развозить продукты питания создавать бизнес который связан с доставкой пищи и так далее с доставкой там фарм препаратов с доставкой пищи с доставкой воды с доставкой пива ну и делайте вот такие сайты там что-то такое очень простое создавайте там подстригать на дому вырывать волосы на дому эпиляция или там услуги юриста на дому и там массаж на дому то есть старайтесь делать не сразу там салон в которые будут приходить люди и там будет тысячи разных аппаратов стоят вы надо рветесь у вас ничего не получится и будет вам очень плохо начинайте с услуг допустим на дому там пришли и так далее то есть делайте больше приблизить приближенная к земле далее меняйте свои мечты на поиск информации следующее нужно уже ускориться меняйте свои мечты на поиск информации когда появится кризис когда появился кризис очень много людей начали мошенничать поэтому старайтесь не обращать на такие компании внимания не становитесь сладкими людьми если появляется компания которая говорит что мы возьмем ваши деньги вы заработаете к этим денег там сто процентов 200 процентов я обычно говорю такие слова скажите зачем я вам нужен если у вас уже всего же в руках зачем такой маленький человек как я нужен если вы можете сделать из ничего 300 а из 300000 из 10300 из 30 300 то тогда зачем я вам значит подождите просто те деньги которые вы заработали вложите вновь заработанные деньги вложите вновь заработанные вложите а как и раньше живите просто вам же есть где жить вам же есть что есть ну и вот так сможете чуть-чуть времени больше потратите и заработайте деньги поэтому не будьте сладкими клиентами не верьте никто вместо вас деньги не заработает никто вместо вас вам их не даст вот так дальше несколько слов андрей андрей чем не заниматься ну вот вам хочу сказать существует цифры если сложить дату рождения год рождения так чтобы получилось цифра от 1 до 9 то вас получится ваша персональная цифра и так цифры от 1 до 9 и от 1 до 5 это больше предпринимательство творчество выступление перед людьми от 5 до 9 это управление и приумножение и так от 1 до 5 этим людям хорошо предпринимать но тяжело управлять цифрам от 5 до 9 тяжело предпринимать но легко управлять поэтому если у вас девятка вам необходимо стремиться к тому чтобы управлять бизнесом вот если вы единичка сами подстригать и если вы девятка открывайте салон садите людей становитесь администратором и следите за тем чтобы люди ходили дальше простые магические советы замените слово на слово замените слово тратить на слово приобретать так когда вы рассчитываетесь за что-то говорите приобретаем материальное благополучие приобретаю там себе новую квартиру замените страдания словом скоро у меня будет так случае если вы начинаете говорить ой нет у меня где жить там нет как же я вот такая вот взрослый у меня ничего не получается на слова скоро у меня все получится скоро у меня будет все получат скоро я заработаю деньги считайте что ваш неуспех это выкуп за ваши плохие поступки это путь к вашей духовности это катарсис духовного развития поэтому когда у вас появляется ощущение вот у меня ничего не получалось зато я выкупила свои неудачи теперь все будет получаться тем самым я отдала свои неудачи на выкуп своей кармы своего долга долга перед родителями и так далее ну и теперь у вас еще один шанс для того чтобы вы были развивались по-другому радуйтесь чему-либо в жизни восхищайтесь всем тем что хотите привлечь свою жизнь допустим вам необходима машина смотрите на чужие машины ой какая хорошая машина ой какой капот красивой какие хорошие колеса и так далее старайтесь не думать о том хотите вы что-то купить или нет просто покупайте это это путь к богатству только покупайте на свои деньги далее не рассказывайте никому о том что хотите сделать иначе вас сглазят поэтому делайте все тихо всегда будьте готовы к неудачам переступайте неудачи принимайте неудачи вы должны знать что ребенок за девять месяцев падает тысячу раз поэтому и человек который начинает заниматься бизнесом у него конечно же будут неудачи конечно же не будет получаться конечно что-то будет получаться плохо и это непременно будет происходить были ли неудачи у меня они есть у всех людей абсолютно и у меня они были тоже и не раз рассчитывайте исключительно на свои силы не делайте бизнес в долг не берите деньги у кого-то чтобы делать бизнес начинайте его делать самостоятельно я недавно говорил такие слова я хочу их еще раз а у нас еще много ну тогда продолжим старайтесь говорить правду себе поэтому если ваш бизнес тонет если у вас он не получаете скажите себе у меня он не получается он не тонет лучше его закрыть потому что чем дольше он будет тонуть тем на больше вы попадете никому не жалуйтесь потому что чем больше вы жалуетесь тем сильнее вы тонете старайтесь себе говорить правду никому не жалуйтесь дальше не вступайте в партнерство особенно с фантазерами поэтому если вы начинаете разговаривать человеком и он не от мира себя своего он фантазирует и тогда мы это самые страшные слова у меня когда-то была такая ситуация начинал общение с человеком хотел взять его в бизнес партнеры почему бизнес вырос и у меня был выбор либо этот человек на совместные деньги заходят либо он заходит как директор я не стал его братья объясню вам почему когда ему говорю вот и бизнес мы этот сможем он со мной встречается говорит а вот тогда мы сможем сделать его так бизнес и вот сюда мы сможем и вот здесь магазина откроем и тогда начнем работать с польши из германии начнем я куплю себе ferrari поеду на за границу куплю себе дом я всю жизнь мечтал работать во франции и у меня сразу же идея такая была да ты же фантазер никогда не работайте с фантазером все фантазеры попадают потому что события не успевают за их фантазиями я даже начал одергивать свою жену в свое время потому что там и мы сделаем это мы сделаем и тогда я говорю а тогда нужно прекратить не надо фантазий потому что любое фантазирование блокирует возможности не фантазируйте не фантазируйте не фантазируйте не фантазируйте Иногда человек говорит, Андрей Андреевич, а чего мне желать вообще? Я обычно говорю вот что, не желайте денег, вернее не так, желайте либо денег, либо славы. Если вас ничего в жизни не вдохновляет, ни люди, ни семья, ни вы сами себе, хотите славы, говорите себе, я хочу прославиться, и каждый день работайте над этим. Человек, стремящийся к славе, человек, стремящийся к власти, будет богатым человеком. Стремитесь быть всегда, это я из Библии взял, стремитесь всегда быть в голове более, чем в хвосте. Это слова из Библии, можете их найти. Всегда ищите трафик, когда человек говорит, что мне искать, ищите трафик, там есть люди. Где сейчас есть люди? В Телеграме. Вы хотите продавать, допустим, там какой-то товар, найдите специалиста, который может сделать или создать рассылку в Телеграм. Рассылайте в Телеграм, сделайте лендинг или сделайте промо-акцию какую-то, сделайте маленький сайт, возьмите один продукт, старайтесь его постоянно продавать. Зарабатывайте как посредник. Закажите, допустим, на каком-нибудь заводе, вот я владелец завода, основной доход мой заключается в том, что у меня, как у человека-владельца завода, другие люди заказывают определенные свои товары под своим брендом. Мы для них изготавливаем, они их продают. Тем самым они зарабатывают деньги, чтобы не возить из Китая. Еще раз, говорите всем комплименты, я об этом говорил. Что мешает человеку, чем отличается богатый или успешный, или власть имущий, или какой-либо человек от обычного человека? Конечно же, всегда у этих людей есть два универсальных качества, которых, как правило, нет у обычных людей. Два универсальных качества, первое, это коммуникация, они невероятно коммуникабельные люди, они со всеми здороваются, со всеми могут вступить в контакт, со всеми они могут поговорить, им как будто, и дальше волшебное слово, второе, не страшно. И эти два элемента, отсутствие страха и присутствие большой коммуникации, ну и везение, это третий элемент, помогают человеку быть всем, чем он захочет, и добиться практически всего. Да, не сразу, но постепенно, и это гарантия успеха, стопроцентная в наших странах, в которых мы живем. Очень важно делать то, что вам страшно сделать. Я не знаю, как мне открыть магазин, мне страшно, ура, наконец-то ты нашел, чем тебе нужно заниматься, срочно это делать, тогда ты сможешь добиться чего-то. Если страшно и вы не делаете, знайте, страх элемент, блокирующий поступление материального благополучия в жизнь человека. Страх это плохо, боритесь со страхом. И все, вот такой получился у нас вебинар, все 26 пунктов. А теперь, это моя книга, она называется «Доктрина бизнеса». Это моя книга «Доктрина бизнеса», ее получит тот человек, который будет участвовать в розыгрыше. Этот розыгрыш заключается вот в чем. Чем больше видео вы опубликуете из моего канала Андрей Дуйко, официальный канал, на своих сторонних сайтах и на своих сторонних страницах в социальных сетях, а я это вижу, у меня стоит специальная программа, я вижу самых активных, тем самому активному человеку я подарю во время следующего вебинара, давайте так, 10 самым активным участникам я подарю во время проведения следующего вебинара по эзотерике свою книгу «Доктрина бизнеса». Это будет от меня вам подарок. Ну что вам сказать, я желаю, я надеюсь, те мои идеи, далеко не все, которым я сегодня вас обучил, будут для вас интересны. Те идеи, которые я озвучил, они, возможно, поменяют вашу жизнь и жизнь тех людей, которые находятся рядом с вами. Пусть вам эзотерика помогает в то время, когда во всем мире происходит вот такая ситуация, когда количество людей, которые вынуждены конкурировать в физическом мире, увеличивается, а мы, в общем-то, не молодеем и мы, в общем-то, становимся, наверное, не самыми конкурентно способными. Я верю, что в это время, возможно, помощь эзотерике, и не стоит забывать о конкуренции, которая называется «Духовная конкуренция», о той конкуренции, о которой я говорил во время проведения данного вебинара. Я желаю всем быть конкурентно сильными, не забывать о моих рекомендациях. Ну, еще раз я желаю вам всем, чтобы к вам текла любовь. Я желаю, чтобы у вас в жизни появилась радость. Я желаю, чтобы у вас появилось материальное благополучие. Я желаю, чтобы в вашей жизни присутствовало добро. Будьте или служите добрым богам, пусть они вам помогают. С уважением. Андрей Дуйко. До свидания. И надо там выключить, пойти. Продолжение следует...